Рассылка уведомлений от управляющей компании «Стройкомплект» была незаконной. К такому выводу пришли в прокуратуре заводского района после проведенной проверки. Напомню, скандальная ситуация возникла из-за того, что жители десятков домов заводского района начали получать долговые извещения с требованием оплатить мнимые задолженности перед бывшей управляющей компанией «Стройкомплект», а также перед ее дочерней фирмой «Континент-2011», о которой жители вообще никогда не слышали. Речь шла о суммах в десятки тысяч рублей с каждой квартиры. Как установили в прокуратуре, данные абонентов «Стройкомплект» передавал «Континенту» незаконно, без согласия граждан. Нарушения коснулись порядка 14 тысяч граждан. Мы еще посмотрели обоснованность данных платежных поручений. К сожалению, ряд позиций, которые были выставлены, не соответствуют действительности. То есть сумма долговых требований, она не соответствует тому, что есть у людей на руках. То есть у людей есть платежки, что они перечислили денежные средства, а управляющие организации почему-то решили, что за людьми имеется долг. Но хочу сказать, что данные долговые извещения не являются безусловным основанием для их исполнения.